Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. Я с удовольствием продолжаю свой рассказ о чемпионах мира по шахматам. Сегодня мы поговорим о седьмом чемпионе мира Василии Васильевича Смыслове. Василий Васильевич совершил настоящий спортивный подвиг. Ведь, чтобы завоевать шахматную корону, ему пришлось выигрывать претендентский цикл дважды. А тогда каждый претендентский цикл длился три года. Со своей первой попытки в 1954 году Смыслову выиграть у Ботвинника не удалось. Их матч на первенство мира завершился в ничью. А по действующим тогда правилам чемпион мира оставлял за собой это звание в случае ничейного исхода. Поэтому Смыслов совершил второй круг, вторую попытку. Вновь отобрался и в 1957 году в своем втором матче на первенство мира на сей раз одолел Михаила Моисеевича Ботвинника. Став таким образом седьмым чемпионом мира по шахматам. К сожалению, на троне он оставался недолго. Так как Ботвинник воспользовался своим правом на матч-реванш и в 1958 году взял верх, вернув себе шахматную корону. Однако, несмотря на то, что Смыслов проиграл Ботвиннику в 1958 году, он вошел в шахматную историю необычным, удивительным долголетием. Ведь спустя много-много лет после своих матчей на первенство мира с Ботвинником, Смыслов играл в финальном матче претендентов в 1983 году и уступил Гарри Каспарову, будущему чемпиону мира по шахматам. О творчестве и жизненном пути Василия Васильевича Смыслова мы говорили в марте 2021 года в специальном эфире, посвященном его столетию. Я очень рекомендую к просмотру этот эфир. Мне удалось пообщаться с многими современниками Смыслова, с теми людьми, кто имел такую радость общаться со Смысловым по жизни, с теми, кто может назваться его учениками, кто рос на его творчестве, с последователями, можно сказать, этого великого шахматиста. Ну и, конечно, мы слушали, не только говорили о шахматном творчестве Смыслова, но и вспоминали его музыкальное творчество. Ведь Смыслов обладал прекрасным баритоном, и в какой-то момент его шахматная карьера была под вопросом, так как он раздумывал, продолжать ли играть в шахматы, либо продолжить свою карьеру оперного певца и выступать на сцене. Ну а сегодня, сегодня у нас лишь небольшой экскурс, такая Блиц-видеокарточка о седьмом чемпионе мира. И настал момент поговорить о шахматном творчестве. Для этого видео я выбрала партию Василия Васильевича Смыслова с Сэмюэлем Ришевским, которую он сыграл в 1948 году в матч-турнире. Смыслов играет белыми, Ришевский играет черными, и на доске, на доске, следующая позиция. Не так просто будет ответить на вопрос, не зная эту партию, какой дебют был разыгран в этой партии, потому что хочется сказать, что была разыграна сицилианская защита, какой-то вариант Найдерфа, но на самом деле это была испанская партия. И ход белых. У белых два слона, у черных, как мы видим, неудачное положение фигур. Ладья на А8 и конь на Б8 пока еще не готовы, не играют. Только что черные сыграли конь Б8 в надежде сделать ход конь Д7 и затем вывести ладью, но время в шахматах очень важно. А преимущество двух слонов состоит в том, как в шутку часто говорят, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды, состоит в том, что одного из слонов можно в какой-то момент выгодно разменять. И Смыслов решает, что этот момент вот в этой позиции и настал. Слон Е6 следует ход, не такой очевидный, достаточно сложный ход, потому что белые меняют своего красавца слона. Зачем? Затем, чтобы как раз подчеркнуть неудачное положение этих фигур и слабость пешки Д6. Ферзь Х4 следует второй точный ход, вновь предложение размены, и выясняется, что на ферзь Х4 последует ЖАЖ, и у черных проблемы с пешкой Д6, а когда упадет пешка Д6, упадет и пешка Е6, и Е5. Поэтому черные на Х4 не взяли, ферзь Д7, но на их беду ферзи все равно меняются после ферзь Д8. И что же произошло? Белые разменяли две пары фигур, и позиция черных стала безнадежной. Почему? Все по той же причине, что пешку на Д6 не удается удержать. На конь Ц6 последует слон Б6, и поле Д8 под контролем, а значит, следующий ход будет ладья бьет Д6, взятие пешки. В партии черные попытались пойти конь Д7 и активизировать коня, разменяя пешки Д и Е, но проблема в том, что после ладья бьет Д6, в случае конь бьет Е4, белые побьют на Е6, и вновь там, вновь у черных много-много слабостей. Слон бьет Е5 последует, и ладья Е7 с дальнейшими пешки на Ж7 и Б7 тоже, скорее всего, будут проиграны. В партии последовала ладья Ц8, слон Б6, конь А4, попытались черные затеять контр-игру на ферзь во фланге. Конь бьет Б2, ладья бьет Е5, но тут проблема, опять же, в том, что после ладья Ц3 следует слон Д4, и белый слон очень сильно стоит и атакует как пунт Ж7, так и коня и ладью на большой диагонали. После отступления ладьи следует ладья Е7, и вновь мы видим, что пешки на седьмом ряду, скорее всего, потеряются. Поэтому черные попытались перейти в ладейник, потому что, как мы знаем, ладейные НПЛЯ часто заканчиваются в ничью, несмотря на материальное преимущество одной из сторон. Но в этом случае, в этом ладейном НПЛЯ, несмотря на то, что у белых вот в этой позиции всего лишь одна лишняя пешка, но эта пешка проходная, к тому же она не одиноко стоящая проходная, как пешка А, она поддерживаема своей коллегой по линии Ф, а также королем. И вот этот пешечный массив белых, а также король, который очень быстро входит в игру, помогая своей пешке двигаться вперед, а также одновременно он создает угрозы королю соперника, который, в свою очередь, замурован в этой клетке на королевском фланге. Ладья его отрезает по седьмому ряду, пешка сейчас пойдет на А5, и не даст королю активизироваться через пори Ж6. Это все делает позицию черных абсолютно безнадежной. Смотрим, как все закончилось. Король Ж2, король, фигура очень важная в Эншпиле, она должна идти вперед. А5, А5, сильный ход, фиксирующий королевский фланг. А4, ладья А7, можно было поставить ладью сзади и на А8, но ладья А7 тоже достаточный ход для победы, и к тому же не хочется снимать вот это напряжение с седьмой горизонтали и выпускать короля вперед. Король Ж8, Ж4, А3, король Ж3, ладья Е2. Здесь очень важный ход. Белые, конечно, ни в коем случае не должны менять пешку Е на пешку А. Король Ф3, ладья приходится возвращаться обратно, ну и потихонечку король Е3, черные не в силах ничего сделать, а белые усиливают позицию на королевском фланге, защитили они пешкой свою пешку, и убрали пешку с Ф2, и затем король подходит все ближе к королю черных. Е5, король Ж8 было сыграно в партии, король Е8 в ход тоже не помогал, потому что белые играли король Ф5, но ладья Ф1 били на А2, ладья Ф3, король Е6. И вот в чем проблема. Посмотрите на разницу в положении королей. Угрожает мат, черным приходится ходить король Д8, но тогда после ладья А7 они теряют пешку Ж7, и белые должны победить. После король Ж8 вариант похожий. Король Ф5 сыграл смыслов, ладья Ф1, ладья А2, ладья Ф3, и король Ж6. Вновь мы видим эту разницу в расположении королей. Вновь неприятная угроза ладья А8, и ладья А7. Король Ф8, ходят черные, тогда ладья А8 шах, самая техничная, король Е7, ладья А7, и ввиду того, что теряется пешка Ж7, с ней пешка Ж6, и затем одна из белых пешек да пройдет ферзи, черные сдались. Вот такой вот симпатичный, изящный пример. Без жертв в шахматах порой можно выиграть простыми ходами, простыми относительно разменами, и смыслов это часто доказывал. Недаром его называли интуитивным игроком, недаром отмечали его врожденное чувство гармонии, которое позволило ему так долго и так успешно бороться за шахматную корону. Порой в простоте он находил и показывал всю силу шахматных ходов. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Как и всегда, жду ваших комментариев с вашими любимыми партиями седьмого чемпиона мира по шахматам. Ну, и жду в следующей серии, где мы поговорим о восьмом чемпионе мира. Не болейте, играйте в шахматы. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok